Так, сегодня кухня Leroy, но весьма интересный проект. Фасады серый глянец, название фасада Asha Gray, столешница бетон темный, фартук бетон светлый. Вся техника, полностью все покупалось в Leroy. По стоимости кухня стоит 280 тысяч вместе с техникой. Без техники под ровом 150 тысяч. Так, все соответственно установлено, подключено, вытяжка подключена к вентиляции, к воздуховоду. Над вытяжкой вот такая декоративная крыша, чтобы меньше было видно там всего. Соответственно фартук также идет и за вытяжкой. По мойке также в Leroy покупалась железная, хорошая. Помеситель, чистая вода. Все установлено, подключено. Фильтр барьер, вода, ну как обычно дорабатывается. Краны устанавливаю угловые, кран проходной для посудомойки, кран для фильтра соответственно. Вот здесь чуть-чуть штатной подводки не хватило. То есть нарастил сгонами здесь и здесь. То есть чтобы не наращивать гибкой подводкой. Сифон, такой жесткий, хороший вариант. Не течет, проверено. И слив посудомоечной машины. Поддончик. Все, как обычно у Leroy. Посудомоечная машина Medea. Ох, нормальная машинка. Сейчас популярная Medea фирма. Духовой шкаф. Ханса. Варочная панель, также Ханса. Все установлено, подключено. Под духовкой выдвижной механизм. Здесь ручки. Здесь не захотели устанавливать. Здесь соответственно выдвижные. И здесь два больших выдвижных. Здесь холодильник. Холодильник также Ханса. Нормально устанавливается. Неплохой холодильник. По фурнитуре тоже неплохо все. Морозилка. Так, поверху навесные. Все шкафы по 60 см. Полки. Здесь соответственно сушка. Так, из-за необычного. У Leroy, как вы знаете, есть накладные панели. И соответственно накладная панель прикручится сверху шкафа. Но так как у нас здесь ограничения по расстоянию, то есть просто уже некуда сюда было двигать, потому что здесь батарея. Здесь соответственно подоконник, чтобы холодильник нормально открывался. А вот по просьбе заказчика, три накладные панели. Раз, два, три. Соответственно их сделал я как стоевую. То есть сделал всю присадку. Перенес полностью штатную присадку. И она теперь вместо стоевой. Сделано для того, чтобы вот отсюда лицевая часть была такая же, как и фасада. И соответственно вот с этих сторон. Но если вдруг у вас тоже появится такая миссель, обязательно нужно советоваться с человеком, которым будет устанавливать кухню. Потому что могут возникнуть проблемы. С этой панелью все нормально, потому что она ровно такой же толщины, как и ДСП. То есть как штатная стоевая 16 мм. Поэтому здесь у нас размер никак не меняется наружный. Поэтому все получилось сделать. Столежка. Вот еще обратите внимание. Разный размерный ряд. Это 2,40 м, это 1,20 м. У них есть небольшое различие. Имейте это в виду при покупке. Здесь значит люк. В идеале, конечно, он должен быть в плоскости, как положено. Но, к сожалению, из-за того, что основание люка уже некуда утапливать, вот здесь уже бак, то, соответственно, только так. Получился он как бы на колбой. Ну, это все заказчикам обговорено. Все по просьбе заказчика сделано, как он просил. И, соответственно, здесь располагается бойлер. Вот и вся тут сантехника, от него, которая идет. Вот такое необычное, интересное решение. Так, в принципе, все. Такая кухня получилась. Здесь еще над холодильником, здесь на полка. Да, еще спрашивали по поводу вентильевого шкафа. В шкаф вентилируемый, то есть там стоевые, они глубже уходят. Вот эта часть, она короче. И там за задней стенкой есть место для вентиляции, там аж почти 4 сантиметра. То есть на всей длине шкафа охлаждается, точнее, холодильник без проблем.